Слово «Премя» представляет с прокурором Михаилом Павлов. Слово «Премя» представляет с прокурором Михаилом Павлов. Слово «Премя» представляет с прокурором Михаилом Павлов. При этом, как неоднократно заявлял мой доверитель, сами события, при которых он наблюдал Терехова, имели место примерно спустя 20 минут после завладения автомобилем. То есть, получается, Терехов уже 20 минут катается на автомобиле, после чего встречает на трассе моего доверителя, который каким-либо образом не препятствовал ему. В дальнейшем движении он просто наблюдал за действиями Терехова со стороны. Поэтому и поведение Терехова не было каким-либо агрессивным, либо угрожающим, я еще раз говорю, жизненным и здоровьем моему доверителю, либо свидетелю-кислицам. В связи с чем все это подробно изложено, как в апелляционных жалобах, так и в письменных возражениях, повторяться не желаю. Прошу административный приговор Калининского районного суда в отношении Терехова отменить и уголовное преследование прекратить на основании статьи 25 УК РФ в связи с примирением стола. Как следует очевидно из материала уголовного дела, мой подзащитник находился в условии крайней необходимости. Как я ранее обращал внимание суда, мой подзащитник заблудился в лесу, искал все возможные средства спасти свою жизнь и здоровье. Если вкратце проанализировать, он ходил по лесу около пяти часов. Найдя поселок, выйдя поселок Октябрь, он сначала постучался в жилые строения, где им никто не открывал. Увидя свет в доме, он постучался, попросил о помощи. Никаких угроз никому он не высказывал. Когда не получил помощь, он обнаружил во дворе дома автомобиль. При этом, хочу обратить внимание, он сразу не стал его заводить. Он сел, постался включить печь и согреться. Так как печь не работала, он поехал в ближайший населенный пункт. Сходясь уже на трассе, он увидел действительно автомобиль, в котором, как уже последствия выяснилось, находились потерпевшие волосожар, которых ранее он и не знал. В общественном представлении прокурора указано, что потерпевший волосожар с Фитерой Кислицыным преследовали Терехова с целью пресечь его незаконные действия в виде угона. В суде первой инстанции и наследстве потерпевший совершенно однозначно говорил о том, что не ехали за Тереховым не с целью пресечь его действия, а для того, чтобы проследить за автомобилем, куда он поедет дальше. Каких-либо мер к остановке автомобиля они не принимали внимания к себе, не привлекали. Более того, также был установлен достоянно судом первой инстанции о том, что автомобили, которые преследовал Терехов, находились именно потерпевшего волосожару Кислицын. Терехов известно не было и не могло быть известно по материалу уголовного дела. В действительности, когда вся эта ситуация случилась, я просто постучался в дом потерпевшего, попросил о помощи. Помощи мне оказано не было, и я решил воспользоваться автомобилем. О чем, в принципе, и на стадии следствия я эти актуфакты не оспаривал и не опровергал никаким образом. После того, как я уложил автомобиль, я уехал в сторону Лос-Игор, чтобы каким-то образом получить помощь, потому что какой-либо помощи мне было отказано. Никаких преследований, никаких гонок, ничего не было. Машина фактически была бесколеса, я не мог на ней гоняться. И скорость, которую этот автомобиль могла позволить развить, это было не больше 10-15 километров. Никаких гонок за мной не было, ничего. Когда вся эта ситуация случилась, я увидел заследовавший за ним автомобиль, я просто остановился и направился к ним с желанием попросить тихо-комощу. Но, пройдя там 2-3 метра, они просто развернулись, и я не знаю, почему следствие воспринимает это как угон с применением угрозы. Какие угрозы? Я был на прессе, как это может еще появиться? Поэтому, вот на что я хотел обратить внимание сюда. Также, доехав до поселка, я остановился у первого магазина и, естественно, попросил от помощи. Подъехали сотрудники полиции, но не помощи когда. Поэтому, я считаю, что апельсионное представление прокурора является надуманным, необоснованным и не подлежащим договорению. Жалобу моих защитников, я считаю, обоснованным и прошу его удовлетворить. Если участники премии правовой реплики воспользоваться не пожелают, судебные коллеги предоставляют осужденному последний слой. Пожалуйста, Терек, что хотите сказать судебные коллеги на последний слой? Уважаемый суд, я считаю, что взять действовать в состоянии крайней необходимости. Я считаю, что в той ситуации, в которой я оказался, я никак себе не помог. Я считаю, что, по сути дела, для меня этот вопрос был и вопросом ушла. И в случае, если суд все-таки посчитает, что я все-таки совершил, то в любом случае, я считаю, что уголовное дело может быть прекращено в связи с примирением установки. Судебные коллеги по уголовному закону в Царстском областном суде, в составе председательствующего царинка, судьи навоселья из Геве, осужденного телевизору защитника адвоката Фуолочова Тарасенко, представитель поцерпевшего волосожара, адвокат Кирилья, смотрят следов по судебному сед llegóным делом по законному постепariamenteу государственного пенителя, ну а вторая idiot, апелляционный жалобы представителя поцерпевшего адвоката Кирилья, опелляционный жалобы осужденного защитника адвоката Фуолочова Тарасенко, на приговор Калининского районного суда страны в области от 15 июня 1923 года. Выслушав участников процесса, проверив законности об основанности и интеллированности, приговором руководствуясь статьями 389 со значками 13, 20 и 28, пока судебная коллегия определила приговор Калининского районного суда страны в области от 15 июня 1923 года в отношении Терехова оставить без изменения, апелляционное представление, апелляционные жалобы без удовлетворения, апелляционное определение, что проект закону усиленно и медленно, можете обжаловать в конституционном порядке судебной коллегии по уголовным делам 1-го конституционного суда общей юрисдикции через суд первой инстанции в течение 6 месяцев для вынесения осуждения. В случае пропуска срока или отказа его восстановления в конституционных жалоб представления могут сподить непосредственно в 1-й конституционный суд общей юрисдикции в случае обжалобного определения осуждения прохода со своем участием в рассмотрении уголовного дела судом конституционной инстанции. Судебное заседание объявляется в 2-й партнер.